привет youtube привет земляне покажу еще один нож который с моей точки зрения на самом деле является наверное фундаментальным и важным ножом даже наверное в плане выживания нож тоже по-своему легендарный то есть это в принципе слегка модифицированный или слегка скажем адаптированный к более гражданскому использованию вариант стандартного современного армейского ножа в общем то да можно сказать что это нож десантника хотя наверное входит в стандартный комплект десантника крепления краз русский там в комплекте краз русские рдшки и так далее но по моему и стрелки и мотопехота и прочие все наши мобильные подразделения бригады наверное тоже могу сказать что этот нож используется наверное ими как стандартный армейский нож это не какой-то там супер-пупер нож спецназа конечно нет то наверно и не хозяйственный нож но нож вы знаете да который тоже очень надежный очень простой и выдерживающий много всяких разных ситуаций связанных с боевым и унитарным или утилитарным его применением у меня таких ножа два то есть вот этот нож принципе у меня он просто резервный я покажу его пока как самый важный и необходимый есть у меня еще один нож который просто я всегда вожу с собой но он у меня находится в автомобиле я потом его принесу да и которые со мной в точно также прошел много много разных там ситуаций собственно говоря при ряде своих таких вот недостатков стране с современными видами до ножей выпускающих выпускающейся промышленности сегодня американской и европейской японской да конечно он наверно выглядит не очень так круто но тем не менее он очень такой добрый товарищ добрый друг ну что вот такой вот нож да начнем ситуации простых у стандартного армейского ножа ножа десантника у него тут такое вот сделано кольцо в принципе в обычном скажем таком гражданском использовании это кольцо неудобное кольцо предназначено для того чтобы укреплять клинок с рукояткой этого ножа на ствол какого-то стрелкового оружия ну например автомата калашников в данном случае вот этот нож сделан в виде убранного кольца но в общем то оно не нужно оно не нужно и я думаю что не так уж много людей и много желающих есть на сегодняшний день ходить в рукопашную схватку да прикрепив нож к стволу автомата хотя я в этом плане считаю что наверное русские одни из лучших одни из лучших одни из самых выдающихся упертых упорных смелых и лучших бойцов рукопашной да хотя наверное скажем я бы отдал должное испанской пехоте но испанская пехота была в веке этаком 16 да я вообще бы отдал должное наверное испании как когда-то некогда до владычество морей и владычество мира ну по крайней мере хотя бы в отличие тех же от англосаксов которые вторгшись в североамериканский континент за там какие-то там что там с небольшим лет практически полностью истребили индейцев то есть подвергли киноциду испанцы вторгнувшись в южноамериканский континент ну собственно говоря конкистадоры там кортес и прочее да они не истребляли народ просто они шли со своей упёртой верой в католицизм да они там строили церкви они обращали индейцев христианство в общем-то они никогда не страдали тягой к рабству в общем-то да конечно немножечко они перекроили континент по своему образу и подобию но не истребили народ сделали таким современным цивилизованным и пассионарным ну почему я вспомнил потому что наверное со времен испанской пехоты наверное и бородино в современном восприятии наверное только русские остались это те кто люди шли когда-то в рукопашные смело убивали врага ну те времена ушли я думаю сейчас вообще ни в какой военной доктрине не заложена основа рукопашной схватки и все вот даже скажем принципы ножевого боя они чисто условные поэтому действительно скажем отношение к ножевому бою оно такое весьма двоякое может быть может быть и совсем все не так в реалии все правда вовсе не так как кажется да вот просто поэтому вот такой нож да начнем с элементарных его скажем для начала недостатков то есть какой недостаток скажем какое-то крепление да к ремню к любому ремню там к офицерскому солдатскому ремню позднему ремню или какому-то кордуровому думаю что сейчас скажем нормальные люди не часто используют там даже офицерский ремень или солдатский зачастую скажем просто используют нормальный обычный этот кордоровый ремень с пряжкой фастекс на которого вполне нормально удобно садиться я бы не сказал что здесь изумительные вытилки кожи но кожа как ни странно простая такая да похоже на кожу с нашего каком-то бьюфтевого ботинка но она добротная пупырях но натурально застежка вот застежка до традиционная и любимая застежка всей советско-российской армии ничего не скажешь о ней плохого ничего хорошего ничего плохого зато она может пережить даже апокалипсис этой застежки пофигу а все и жара и дождь и холод и мороз я просто обожаю застежки но на самом деле но и главный существенный недостаток как то есть принципе это бряка естественно как бы на призыв попрыгать вот эта штука брякает но на том-то на другом ноже там все меня скажем всеми возможными подружными способами эта проблема устранена вот вот это вот штука до блестящая там я не помню что она сейчас по обтерлась да она заварена потому что там скажем да действительно вроде бы как вот застежка матовая она не отблескивает но тем не менее скажем заклепки блестящие вот и вот это вот бряка тяда но раздражает она неприятная там во всех отношениях что сделаем дальше открываем этот нож и вытаскиваем нож принципе используется не часто является резервным поэтому входит и выходит он достаточно так туговато видите как это но сидит там ну намертво если нужно произвести все-таки например вытаскивание у этого ножа да и он закреплен у вас ну в общем то скажем возможность где-то там на детали рюкзака на шлевке на ляпке рюкзака вытащить он без проблем но с другой стороны тут стоит такая металлическая вставочка вот эту металлическую вставочку можно отжать и вытащить то есть там засунуть туда на отверточку да и вытащить тут вот у меня добавлена такая силиконовая вставка ну для чего для того чтобы в принципе вот при соприкосновении вот этого карабина с вот этой вот деталюшкой да внутренней вот этой металлической каркасе надо что по крайней мере производила поменьше всякого там кремление нож можно вот собственно говоря эту деталь ее можно отстегнуть и если она не очень нравится можно в принципе снять этот карабин если не очень нравится то можно просто не убрать в сторону тогда у нас остается вот такое вот совершенное чудо в принципе да прост и надежен автомат калашникова ну на самом деле что я хочу сказать дальше нужно нужно сделаны там из какого-то такого материала из которого льют по моему и приклады и рукоятки и часть магазинов по моему она армированная наверно да вот сделано значит по типу того из чего делают вот эти вот деталюшки да для автомата калашникова вот на таком ноже который я использовал достаточно так скажем в разных условиях жестоких ну что могу сказать нуждам абсолютно ничего не случилось совершенно о самом ноже вот в принципе ножи тоже номерные я бы не сказал что это является таким чем-то прямо вот очень очень важным дальше значит о его достоинств и недостатках сталь ножа конечно очень простенькая сталь такая уровня вот наверное там какой-то там обычно 420 самый большой его недостаток он достаточно так сказать дерьмовенько держит заточку поточить его реально до хорошей остроты и содержать его в состоянии то что называется острый нож который бреет волосы и все остальное я думаю что наверное практически невозможно по причине того что встать все-таки у него недостаточной твердости то есть такая она ну мягкая но есть у нее свой плюс сталь пластичная очень интересная такая вот видите форма заточки до сведения ножа он сведен таким своеобразным образом нетипичным нетипичным скажем для вообще на производителей ножей вот толщина сведения потом как-нибудь достали штангенцирку по мере не мерил пока то есть не буду углубляться на столь серьезно и столь глубоко вот тут в заводском исполнении слегка тоже вот сведет кончик заточен наверное для повышения проникающей способности здесь вот приделана пилка для чего она сказать трудно собственно говоря я пытался не что-то там пилить вряд ли она пилит вот ну не этим ножом другим я его покажу всякие стругание батонения ковыряния отрубания там я не знаю там мелкому парнокопытному каком-нибудь скотику да там частей тела до разделывания там дичи и всего остального но это без проблем но в принципе как говорю как берешь и фигачишь там направо и налево да так что в принципе куда куда когти куда посади же да вот рукоятка из такого какого-то на вид дерьмовикого пластика ну что я могу сказать вот тот нож который другой да я эксплуатировал его и зимой и летом да и холод и в жару правда я не метаю его в дерево зимой вот и вам не советую просто во первых потому что снег и если даже скажем 10 раз меднете правильно один раз например скажем он силу каких-то обстоятельств отскочит то во первых принципе дерево зимой жесткая твердая хотя конечно лучше делать деревянные стенды и не портить деревья честно говорю лучше сохранять лес зеленые насаждения постараться все-таки избежать ситуации до метания ножей в деревья хотя конечно трудно там носить с собой там специальный деревянный стенд для метания ножей ну во первых дерево на морозе твердое вот нож в него входит гораздо более проблемным потому что соответственно поверхность там дерева промерзает жидкости там не всякие там соки тоже твердеют и она сильно вибрирует в принципе я говорю случае вот попадания ножа не совсем под тем нужным углом вот он и летом и всегда исходит отскочить очень сильно потому что знаете как если вы быстро и сильно бросаете нож вот то он точно и глубоко втыкается но опять таки если там совершенно какая-то ошибка при броске но ошибка может быть любая случайно подумали о чем-то рассредоточились дрогнула рука потом ветер блеснуло солнышко то есть масса факторов да птичка зачирикала нож может пойти не совсем так как нужно и соответственно скажем обратный импульс в случае попадания ножа не под правильным углом да при сильном броске при очень сильном броске вызывает но просто обратный отскок ножа от твердого вот такого препятствия в котором состояние воткнуться ну почти той же силы то есть нож вылетает обратно как пуля и дело в том что скажем если он брошен неправильно то скорее всего он упадет куда-то в бок вниз влево вправо вот но если он брошен все-таки правильно но по каким-то причинам отскочил отлетает он обратно с большой скоростью и с такой зверской силой собственно говоря как-то был свидетелем того как вот такой вот брошенный нож да с расстояния метров десяти проделал такой же точно обратный путь и воткнулся человеку в ногу воткнулся причем как положено воткнулся как как нужно втыкаться то есть вот настолько вот так что такое бывает так что я хочу сказать что вот после сотен тысяч наверно бросков ножа при том условии что при метании ножа и его втыкания происходит колоссальная нагрузка на клинок колоссальная просто то есть вот после скажем 10 нормальных сильных бросков когда нож входит в дерево и там уж звенит ты к лица да и вы его вытаскиваете и трогаете клинок то есть видно что клинок становится горячим он просто нагревается от наверное того что вот этот импульс который вы придаете броску и его кинетическая энергия при втыкании не полностью расходуется а переходит в потенциального нагревает нож и соответственно нагрузка на этот кончик ну я не знаю в разы превосходят какие-то там необходимые показатели то есть я вот ломал много ножей то есть после какого-то там длительного метания эксплуатации да в самом кончике ножа накапливается усталость просто даже не потому что он сгибается он даже не сгибается просто-напросто потихонечку-потихонечку накапливается усталость и потом просто нож вот какой-то момент наверное как сказал, ну все, я уже замудохался, да, я замудохался, я устал, и ты его бросаешь, он просто пынь, и отламывается кончик, да, и получается, опа, да, вроде бы как жалко, там какой-нибудь там моего имитательный нож сломался, а ты только привык, как он летает к его балансу, да, а он стал короче, соответственно, у него изменился центр тяжести, да, изменился, здесь точка балансировки, да, то есть вот здесь, в основании рукояти, нормально, я бы сказал, что этот нож, на мой взгляд, это не идеальный нож, но вполне нормально сбалансированный, вот, так вот что, ничего ему не случилось, я думал, что рукоятка, говорю, просто бросаю в основном летом, в теплое время, да, зимой не бросаю, потому что, к тому же, при случае отскока ипотеки, если нож упадет в снег, я думаю, вы рискуете потерять его практически навсегда, очень трудно, наверное, отыскать упавший нож в снегу, поэтому, ну, не извращайтесь и не занимайтесь вот этим вот метанием зимой, да, занимайтесь спокойненько летом, желательно сделайте дома какой-нибудь срез, толстый такой, сантиметров в десять, спил какого-то пня, да, треногу деревянную поставьте и бросайте в свое удовольствие, потому что, говорю, бросаешь, потом думаешь, что, ну, еще немного, 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 потом смотришь, бедное дерево, да, все истыкано, да, из него выделяется смола, и оно прямо видно на твоих глазах, как это дерево плачет, потому что вы свои низменные инстинкты человека убийства, да, интерпретированные в спортивном развлечении метания ножей, да, переносите вот этот негатив на дерево, то есть гораздо гуманнее бросать в специальный стенд, так вот этому ножу не стало ровным счетом ничего, бросал я, конечно, его не всегда в стенд, там, деревья, подходящие мишени, в разные установленные мишени, скажем, с разных направлений, на разных точках обзора, там, скажем, или траекториях броска, покоцанная такая вся рукоятка, да, там есть там какие-то, по-моему, выборины, в общем-то, да, ну, как ни странно, рукоятка нигде не треснула, не развалилась, ничего с ним не случилось, хотя до этого много ножей, да, у которых были более на вид крепкие рукоятки, там, с такими, какими-то пластиковыми накладками, там, прошурупленные, проставленные заклепками, еще чем-то, в принципе, разлетаются однозначно, разлетаются они от чего угодно, просто от вибрации на клинке, от того, что они попадают рукояткой, от того, что они попадают боком, от того, что еще что-то, там, они падают, как-то вы их бросаете, то есть, вот этому ножу, ну, не делается ровным счетом ничего, я говорю, это вот из того феномена, я не большой, скажем, все-таки, апологет, вот, честно говоря, автомата калашников, просто потому, что, скажем, для гоблинской армии это вершина технологического совершенства, да, и чудо, инженерные мысли, для квалифицированной армии это примитивное, высоко, скажем, импульсное, да, оружие с малой точностью боя и с достаточно такой низкой технологичностью, ну, потом как-нибудь будем говорить о другом, я, наверное, скажу свое мнение, скажем, о том, почему я считаю, что, скажем, вот, автомат калашникова, это не вершина технологического совершенствования, ну, к сожалению, я думаю, что западные образцы оружия, может быть, не столь надежные, но намного более высокоточные, ну, так же и нож, такое чудо-феномен автомата калашникова, ничего сложного, стоит совсем недорого, я покупал его, ну, буквально, там, за копейки, да, то есть, его там цена, ну, не знаю, там, скажем, грубо говоря, сейчас, наверное, даже я не представляю, скажем, можно ли купить такой нож, когда-то, честно говоря, я его покупал еще упражняясь в стрельбе на стрельбе на стрельбе «Динамо», там, на тищах, там был специальный такой вот магазинчик, такой полувоенизированный, да, я там купил сразу несколько таких ножей, несколько подарил, два у меня осталось, вот, стоили они, там, совсем недорого, я даже не знаю, скажем, производятся ли сейчас такие ножи, наверное, собственно говоря, в военной промышленности же нужно как-то там жить, вот, ну, при всей своей примитивности, да, простоте, неказистости и том, что сталь на этом ноже оставляет желать лучшего, да, и никакого, там, скажем, сравнения, там, с какой-нибудь нормальной стали, там, CPM, там, S30V, там, или, там, D2, да, или даже, вот, я думаю, что на том же ноже «Ковбар», там, сталь какая, 1090, что ли, там, 1096, потом, будем, когда, уточнять уже, более подробно готовится, я думаю, что вот на том же «Ковбаре» стал лучше. Есть в них что-то, да, такое похожее, ну, хотя совсем разная концепция и идеология, вот, ну, честно скажу, скажем, «Ковбар», он для меня более такой, такой, ближе к сердцу, да, нож, а этот ближе к бедру, да, я этот нож могу использовать, ну, как угодно, то есть, можно копать траншею, собственно говоря, потом поточить, я думаю, только вот эти вот сейчас армейские бокеры, да, такие вот, которые, там, 70 долларов стоят, там, фирма «Бокер» производит, поставляет по НАТОвскому стандарту в армию, да, не убивайки, вот, наверное, могут сравниться, там есть еще такая специальная такая, хреновина, куда суешь, там, два таких перекрестия этого твердосплавного, вот, там, элементика, где их можно поточить, есть, там, такая вот штука, да, или не так, как у нас, не помню, ну, что-то, по-моему, там, что, якобы, что-то можно чем-то перекусывать колючую проводку, или нет, замороченный ножны, да, там, с моли, там, креплениями и прочей, там, такой билибердой, да, которые делают пиндоские войска такими пришматкованными, все-таки они из себя, да, там, идут, и когда они, там, преобладают, боевые действия у них получаются просто великолепные, ну, только, в принципе, говорю, если они оказываются один на один, ну, грубо говоря, 10 на 10, 20 на 20, 100 на 100, то они кричат сразу, майдей, майдей, да, просим поддержки, вы что эти вертолеты, да, им говорят, а, через 8 минут будут эти, как они называются, да, палубные истребители, их не там, F-15, да, F-14, что ли, по-моему, да, F-16, по-моему, не палубные у них, вот, вот, сейчас, через 8 минут вы ждите, будут эти F-14, да, через, там, 18-20 минут ждите атаки этих вертолетов Апачи, вот, а через 25 минут мы вас эвакуируем, но это отдельно, наверное, да, если так поприкалываться, порассказать, собственно говоря, там, про то, как бодрые пиндоские армии воюют, да, то это да, ну, у наших-то, на самом деле, понятно, да, как бы, краюха черного хлеба, а, три патрона, ну, три патрона, действительно, как бы, три патрона, как это американцы говорят, да, shot, one kill, да, один выстрел, один убитый, собственно говоря, хотя, например, опыт войны в той же самой Горной Чечне показывает, что на одного убитого армия расходует 50 тысяч патронов, да, вот, а убивает потом, ну, собственно говоря, с помощью, скажем, какой-нибудь тоже бомбежки, да, с наших штурмовых самолетов и приравнивает, а потом, скажем, делят количество патронов на количество убитых, там, боевиков, и получается усредненно 50 тысяч, то есть, наверное, по факту и того меньше. Ну, вот этот патрон, я думаю, скажем, подразумевает, ну, точное попадание белки в глаз, вот, какому-нибудь там пушному животному, да, какой-нибудь там дикой свинке, вот, просто по сути того, что он предназначен для этого, вот, хотя, собственно говоря, в этом патроне нет никакого, вот, в пуле, да, в этой оболоченной пуле с, или как она называется там, если уточнить, ну, в ней такое вот еще вот впереди, такое маленькое отверстие, да, специальное для того, чтобы поле стабилизировалось в полете, она просто оболоченная пуля, внутри свинцовый сердечник и метная гильза. Никаких твердосплавных сердечников нет. Почему это сделано? То есть, вот, что делают наши промышленности? У нас в стране меди и никеля, да, в стране, там, олигархов Потаниных, как ни странно, да, даже гильзу почему-то делают стальную, обедненную. В принципе, представляете, да, как бы, когда гильза, там, патрон заходит в патроник, выстреливает, происходит под воздействием давления пороховых газов, в момент вылета поля происходит распирание патрона, и он занимает, проще говоря, он, как бы, слегка раздувается, он занимает весь объем патроника, да, и, соответственно, в принципе, воспринимает все шероховатости. Чем пластичнее элемент, тем лучше, соответственно, он заполняет объем патроника, тем лучше он воздействует на нагруженный элемент патроника, да, вот, что происходит дальше, ну, состав пороха, опять-таки, да, наша селитра, к сожалению, достаточно говеная, к сожалению, я говорю, потому что мы могли бы делать, все-таки, например, гильзу не стальную, а медненную, да, которая, ну, просто-напросто, ну, фигачит, собственно говоря, по нагруженным элементам винтовок и автоматов, да, мы могли бы делать порох, например, скажем, как положено, там, двояко-выпуклая, двояко-вогнутая линза, как вот здесь, вот, быстро горящие пороха, бездымные, да, которые не оставляют после себя такое облако, какого-то черного, заметного, такого вот, вонючего, едкого вот дыма от выстрела, вот, соответственно, пуля, да, находится здесь нормальная, хорошая такая, медная оболочка, внутри свинец, казалось бы, да, мы можем сказать, да, что за гадость там, да, такая, почему там нет твердосплавного сердечника, ну, просто вкратце вот объясню, да, потому что твердосплавный сердечник не ставится в нормальный патрон, да, который, в принципе, позволяет на расстоянии, там, 300 метров попасть, белким глазом на расстоянии 600 метров попасть, например, кабану в башку, да, может быть, под неудобным углом, поди, он кабану в башку, дикому кабану, да, он может даже срикошетировать, потому что башка у кабаната, она толстая, да, да, и шкура у него труднопробиваемая, собственно говоря, ну, в общем-то, кинематика, скажем, вот этой вот пули, летящей из 308 калибра, да, на расстоянии 600 метров, достаточно такая убедительная, да, чтобы убедить кабана в убедительном доводе, что он убит. Но дело в том, что вот эта медь, да, это натуральная, хорошая, чистая медь, да, на оболочке пули, а внутри нормальный, хороший, чистый свинец, если мы, в принципе, вытащим пулю, да, взвесим ее, поставим, вот, ну, собственно говоря, можно их отдельно еще калибровать, ну, в нашей стране запрещено самостоятельное снаряжение боеприпасов, ну, так вот тупо, да, хотя я говорю, куча гильз появляется, стрелянных, и снаряжение гильзы новым капсулем, порохом и пулей, да, самостоятельно делает стоимость этого патрона в 4-5 раз дешевле, да, чем то, что он стоит, вот, например, скажем, если ты приобретаешь его готовым. Так вот, вот это стоит денег, качественный свинец, качественная медная оболочка, когда пуля летит, у нас, кстати, и пули, автомат.